Виктор Гаущенко, директор сети Smart S, фитнес-клубов. Здравствуйте, здравствуйте всем. Да, давайте я вам, есть у нас 20 минут, я постараюсь за это время рассказать, что такое Smart S, как мы относимся к слову франшиза в принципе, какие у нас планы и почему вам это может быть интересно. Так, поехали. Вот такой у нас логотип красивый. А название он придумал? Да, название Smart S, если кто... Ух ты, а как назад? Smart S означает не умная задница, как можно подумать, зная английский, а умник на, так сказать, непрямой перевод. Умник — это такое несколько провокационное название, но с другой стороны, так как мы говорим о спортивных клубах, S, слово S имеет прямое отношение к нашему клубу, потому что все идут качать задницу в спортклубы. Расскажу вам в двух словах о том, как была создана эта история Smart S. Лет 7-8 назад наши отцы-основатели жили в Лондоне некоторое время и для себя открыли там... Давай так, отцы и матери. Отцы и матери, да, Катерина, Кузьменко и Дмитрий Дубилет жили в Лондоне и открыли там для себя такой шикарный формат, новый абсолютно, которого не видели до сих пор в Украине. Групповые тренировки в темных залах, громкая музыка, тренеры-мотиваторы с микрофоном — ты, по сути, попадаешь на вечеринку, а не на обычную тренировку. И они просыпались там в 6 утра с диким желанием наконец-то идти на эту тренировку, потому что вспомнили об этих эмоциях, которые они там получали. Ты просто заряжен на целый день, как бешеный. Вот, собственно, там примеры нескольких клубов в Лондоне, которые для нас стали мотиватором открыть Smart S — Berris, KXU, Rebel, там есть еще Core Collective, их штук 20-25, наверное, в Лондоне. Очень популярная история, потому что 45 минут всего лишь ты четко отзанимался, проработал все группы мышц, получил дикий заряд энергии и пошел дальше покорять мир. Расскажу несколько слов о том, как мы начинали эту историю. Конечно же, были трудности, потому что до этого ни у кого из нас не было подобного опыта. Единственное, там у Кати был опыт строительства, она занималась архитектурой. Ну, это помогло нам, конечно. Естественно, первым моментом стало, что мы долго не могли найти помещение. Где-то полгода, наверное, искали по Киеву, тысячу метров квадратных, чтобы было в центре, чтобы подходило под нашу планировку. В общем, это прям долгая история. Наконец-то нашли отдельно стоящее здание в центре, которое нам подошло. Перерасход бюджета. Понятное дело, всем рекомендую, если вы открываете какое-то свое дело, обязательно заложите, ну, как минимум процентов 20-30 на перерасход, если это не там микрокофейня на 5 квадратных метров. Как бы вы классно не подошли к моменту просчета бюджета, вы, скорее всего, где-то промахнетесь, и вам надо понимать, что точно где-то надо будет взять еще процентов 30. Выбились из сроков на 4 месяца. Это тоже очень важный момент был, который, естественно, повлиял на перерасход бюджета в том числе. Абсолютно новый формат, какие-то залы необычной формы, там еще пришлось сносить стены, добавлять новые. Ну, в общем, непростая история. Также выбились мы из сроков, и перерасход бюджета произошло у нас потому, что нас обманул подрядчик Мамебели. Очень приятный человек. Где-то за месяц до открытия клуба выяснилось… А это что, индикационный номер его? Я сейчас расскажу, да. Я не буду останавливаться вообще на нем в этой презентации, но он будет присутствовать нативно. Так вот, где-то за месяц до открытия клуба выяснилось, что все, абсолютно все деревянные изделия, которые у нас заказаны на клуб, а это там от рецепции до плинтусов, почему-то как-то никто и не начинал делать. То есть человек профессионально нас мусолил на протяжении всего этапа строительства, там брал предоплаты, высылал какие-то фотографии с заводов, показывал какие-то материалы, которые мы должны были использовать. Мы ему верили, потому что до этого у нас был опыт конкретно с ним на двух других объектах, ну не могли заподозрить, что все так будет. Да, ну вот как я сказал, останавливаться… Витя, а ты обратил внимание, как он паспорт держит? Он же факт показывает просто. Я хотел на этом акцентировать внимание, да, это просто когда мы уже все это обнаружили. Уже понятно сразу было, что все пойдет не так. Это не первый момент нашего знакомства, это как раз уже когда мы узнали о том, что он творил. Мы его попросили, пожалуйста, Павел, присядьте на стульчик, у нас подвал есть очень удобный, подержите паспорт в руке, ну и дальше поговорим. Но на данный момент мы его ищем. Если он сегодня здесь, Павел, пожалуйста, поднимите руку, буду рад. Итак, расскажу несколько слов, собственно, почему Smart S отличается от других спортивных клубов. Это абсолютно другой мир. Первый пункт. У нас научный подход к свету. Это, казалось бы, да, никто на самом деле об этом не задумывается, но Катерина, которую я уже неоднократно упоминал, имела опыт работы в клинике в Лондоне. Она там была как архитектор, который был на практике. И там изучила, как влияет свет на подсознание человека. Ну, то есть, когда вы лежите в больнице, вам, наверное, все-таки хочется спокойствия, да, чтобы ваш организм сакцентировал внимание на восстановлении. Ну, вот, собственно, дальше начали копать. Ну, и понятно, выяснилось, что там определенный свет, белый или там желтый какой-нибудь, более спокоен. Ты можешь его ставить на разминку во время тренировки. Когда уже происходит какая-то активная стадия тренировки, 35 минут, да, у нас активная стадия тренировки, 35 минут. Когда организму надо выдать все, что у него есть, поднять эту гирю, сделать еще 10 приседаний и так далее, мы включаем красный свет, иногда даже динамику. Организм начинает чувствовать, что, блин, опасность, опасность, надо собраться. И сделать вот эти вот еще несколько движений. У нас 40 групповых тренировок в день. Никому ничего это, наверное, не говорит, но так для сравнения просто скажу, что в других клубах, в которых есть групповые тренировки, там, ну, штук 10-15 в день. У нас же 40. Ну, то есть ты в любой момент можешь зайти в приложение или на сайт. Когда у тебя появилось свободное время на тренировку, ты выбираешь себе там в 4 часа дня какой-нибудь сайкл. И эти тренировки заполнены на 50-60%. Это офигенно хороший результат для рынка, в котором тема групповых тренировок вообще не была расшатана. Тренеры суперзвезды, не хуже Монатика. Это правда, это так и есть. Мы на собеседовании общаемся с людьми и пытаемся понять, смогут ли они раскачать стадион. Ну, это так. Потому что, когда к тебе приходит кто-нибудь, которого там только что уволили, или он просто грустный, или с девушкой расстался, ты ему обязан выдать шоу. Ты вот на 45 минут его в руки берешь с помощью музыки, света и своего умения говорить и мотивировать. Ты реально его разрываешь так, что он выходит через 45 минут и не помнит вообще, кто он, где он. Он просто переродившийся человек. Собственно, это один из факторов, по которым мы отбираем ребят. Музыка. Мы не так давно уже пришли в связи с нашим масштабированием к тому, что музыку тоже надо централизировано подбирать. То есть ранее на старте мы говорили ребятам, подбирайте музыку, которая вас качает, которая будет подходить под эту тренировку, ну и, соответственно, будет нравиться людям. Но сейчас, когда у нас уже два клуба, к концу года будет пять, а дальше еще больше, мы понимаем, что там уследить за всем этим, чтобы никто не ставил лепса, будет крайне сложно. Хотя лепс некоторых мотивирует. Сейчас очень много людей разозлились на тебя. Ну, ты в первую очередь, я понимаю. Рюбкам водки на столе, сразу хочется сайкл. Сайкл, да, да, да. Вечеринки для новых и старых клиентов. У нас зарегистрированы около 20 тысяч человек. Было бы неразумно, как минимум, не использовать огромное вот это вот количество людей прекрасных для, скажем так, создания комьюнити. Мы сейчас раз в месяц устраиваем вечеринки для разных наших клиентов. Мы приглашаем человек 60 в ресторан наш. И на протяжении трех часов угощаем их игристым, минералочкой кого-то, кого-то лимонадом. И в форме общения проводим нетворкинг. Я их там представляю каждого, говорю два слова о том, где работает человек, какой-то фан-факт о нем. Мы заранее рассылаем им таблички, чтобы они заполнили. Ну и потом дальше люди идут, социализируются, общаются, находят тех, с кем было бы им интересно пообщаться и так далее. Мы таким образом поддерживаем комьюнити в нашем клубе. Понятно, к кому обращаться с вопросами. Это очень важный, как по мне, пункт. То есть если у вас что-то пошло не так, и вы понятия не имеете, куда звонить, есть какой-то номер 0800, наверное, но тебе, скорее всего, там пошлют в мягкой форме. Тут есть вполне понятные люди. Я со старой прической, Екатерина, Дмитрий, Михаил Рогальский. Прям пишите, мне не понравилось, кто-то в раздевалке, или я там придумал какую-то идею, рассмотрите, пожалуйста. Мы с удовольствием всегда отвечаем, мы только за. Стандарты – важнейшая история, которая отличает готовую компанию к масштабированию от компании неготовой. Если у вас нет прописанных в нашем случае тренировок от А до Я, на пятой минуте происходит то-то, на 25-й такое-то упражнение. В конце тренировки вы даете 5 всем выходящим из зала. Во время тренировки вы называете по имени новичков и просто всех людей, которые пришли. У тренеров есть доступ к нашу админку, где они изучают перед тренировкой, не идет ли к ним новичок. Потому что это прям по опыту для новичка фантастическая история, когда на 20-й минуте его вообще никто не знает. И вдруг тренер говорит, Иван, давай скорее отжимайся. Он такой, класс, сделали домашнее задание, ребята. И вот куча всяких стандартов, которые касаются не только тренировок, но и общения на рецепции, технические всякие вопросы, чек-листы по уборке, все что угодно. Это критически важная история для вашего бизнеса. Вы должны, даже если вы не собираетесь масштабироваться, все равно найдите время и сделайте стандарты. Концентрация на цели, масштабирование. Тут я бы хотел добавить, что да, мы концентрируемся на этом. У нас есть большая цель вырасти в огромную сеть спортивных клубов, но и при этом не потерять качество в каждом отдельно взятом клубе. Это как раз достигается путем вышеупомянутых стандартов. Мы умеем работать с данными. Тоже очень важная история. Есть админка, где куча всякой информации по каждому клиенту, по каждой тренировке, по, не знаю, в 9 утра во вторник сайкл идет не очень у тренера Андрея Несимоки, например. Мы берем, садимся каждый месяц, смотрим, либо меняем тренера, либо убираем вообще эту тренировку, либо передвигаем ее на другое время, чтобы по итогу посещаемость конкретно на этой тренировке и, как следствие, на всех тренировках выросла. Ну и там очень много общения с клиентами. Мы можем взять, например, людей, которые не ходят к нам 3 месяца уже и хотим их оживить. Мы им присылаем какое-нибудь интересное предложение или приглашаем на вечеринку. Ну и они уже снова наши. Отзывы. Тоже важнейшая часть. То есть в приложении или на сайте, когда вы, вернее, нет, только в приложении. Вы посетили тренировку, вам выпало сразу как в Uber, поставьте, пожалуйста, оценку и откомментируйте. Ну там здесь я просто какие-то самые последние, которые увидел, сбросил. Но суть в том, что мы на эти отзывы обязательно реагируем. Если нам поставил кто-то ниже пятерки, мы ему напишем в Телеграме или в Вайбере вопрос. Здравствуйте, я Таня, ассистент руководителя. Можете рассказать подробнее, пожалуйста. И если человеку реально что-то не нравится, мы возвращаем тренировку. Если человеку не нравится что-то и мы могли бы это масштабировать, изменить в себе, мы обязательно это в чат с техническим директором или с фитнес-директором отправляем и делаем выводы. Это очень важно, что ваши отзывы не уходят в тишину, а попадают куда надо. И человек, кстати, получил велооргазм. Некоторые обычные, редко, а тут целые вело. Так, у нас есть еще приложение, которое я упомянул. Обязательно попробуйте, оно вверх искусства. Очень удобно, все тренировки вы записываетесь с два клика, вы видите, кто идет с вами на тренировку. Это тоже прикольная штука, где вы на этапе регистрации получаете возможность оставить свой инстаграм. Если вы его оставили, вы высвечиваетесь, как вот, и на вас может перейти кто угодно, посмотреть. Если не оставили, то вы будете как и еще трое. Ну, то есть вы можете там найти своего товарища, который идет на тренировку, класс, пойду тоже. Или какую-то девушку симпатичную, которую хотели бы с ней познакомиться, тоже переходите на ее профиль, идете на тренировку. Есть пригласи друга история. Это как в монобанке, если вы ходите, вам нравится, вы можете отправить сообщение с бесплатной тренировкой, и человек приходит, получает ее. Также после записи на тренировку вы получаете вот такую вот справа историю, вам предлагают купить еду. Через 15 минут после окончания тренировки вас будет ждать готовый Сибас. Так, франшиза. Наша франшиза не самая дешевая история. Инвестиции в Smart S составляют 500 тысяч долларов. Примерно. Окупаемость 3-3,5 года. И у нас есть два типа франшизы. Классическая – это когда вы инвестор, мы даем вам все стандарты, подбираем тренеров, обучаем их, там, короче, маркетинговый план, все на свете вам даем. И дальше вы идете сами управлять, несете ответственность самостоятельно. Здесь есть паушальный взнос и есть роялти ежемесячный от оборота. Управленческая франшиза – это когда вы инвестор, а мы управляем своей командой. Нет роялти, нет паушального. Есть деление прибыли 75 на 25 до возврата инвестиций и 50 на 50 после возврата. Например, в Черкассах и в Киеве второй клуб – это у нас управленческая, а в Харькове и Львове – классические франшизы. Мне кажется, мы стали забывать героев. Павел Комаров, если кто забыл. Дивизионный номер 3109-4109. Да-да-да, МЕ, паспорт 134614. Наши франшизи, несколько слов о них, потому что это тоже выдающиеся люди, мы далеко не всем согласны отдавать свою франшизу. Нам хочется, чтобы наш франшизи был тоже несущим смысл в нашу работу человеком. Например, вон там по центру человек Саша Кучеров, он работает с компанией Reface, один из основателей. Мы уже слышали такое приложение, которое меняет лица в любом клипе или в любом фильме. Может подставить ваше лицо вместо Бейонсе или Джека Николсона. Это приложение в прошлом году в Штатах заняло первое место по скачиванию в американском App Store. Обошли там все Инстаграмы, ТикТоки и так далее. Этот человек с нами каждую неделю проводит стратегические звонки, делится своим опытом в Reface. Мы с радостью реализовываем и добавляем что-то в нашу работу в Smart S. На что обратить внимание при покупке франшизы на нашем опыте? Рекомендации и советы. Так, эти, кстати, смайльники не я оставлял, но окей. Лица. Это я. Это ты из по центру. Нет, я с Павлом Комаровым согласовал. Ну, это он слева. Значит, лица, да, это важно. К кому вы идете за франшизой? Ну, смотри, по центру до билета, а это вы с Катей. Да, мы красивые все после недельного рабочего дня. К кому вы пришли за франшизой, это очень важно, потому что вы должны доверять этому человеку, должны понимать, что он несет репутационные риски. Конкретно в формате Smart S. Это действительно вот там все лица публичные, им точно не хочется опростоволоситься. Они готовы частично инвестировать во франшизу, так есть в Черкассах, так есть в Киеве, для того, чтобы доказать, что это действительно рабочая модель и для того, чтобы вы больше доверяли проекту. Финмодель – важнейшая история. Она должна быть составлена грамотно. В этом, конечно же, помогают правильные компании, но они дальше там упоминаются. Финмодель должна быть прям до последнего кирпича расписана, на что идут ваши деньги, когда они вернутся, сколько в месяц вы получаете. В общем, прям все, чтобы на любой вопрос человек, с которым вы общаетесь, мог ответить, чтобы было понятно, что он в теме. Стандарты. Я должен объяснить, смотри, это имеется в виду, как не надо. То есть ты приходишь, видишь вот такие лица, за финмодель стыдно, от стандартов хочется плакать. Нормальное придумал? Ты шикарно придумал, но это не про нас. Нам как раз и лица нормальные, и финмодель тоже прописана. Да, то есть ты же рекомендуешь, поэтому обратите внимание, чтобы люди не плакали. Так, кроме стандартов у нас договор. Читайте договор, пожалуйста. Это прям очень важная история. В теме франшизы, конечно же, все защищает франшиза держателя. Если вы шаг влево, шаг вправо сделали, вы платите большие штрафы. Это сделано не просто так, для того, чтобы стандарты и в Черкассах был такой же клуб, ровно такой же, если человек ходил в Киеве на тренировки, он пришел в Черкассах и ощутил себя в Киеве. Вот это вот в договоре все прописано, что вы не должны запускать тренировку по бачате, например, потому что ее нет в стандартах. Вы можете с нами обсудить, сказать, хотите, у нас тут бачата явно залетит. Мы проведем исследование, скажем вам, окей, давайте бачату, и мы себе в Киеве тоже ее сделаем. Кто упаковал? Вот это Роман, собственно. Важно, что на рынке… Это не я. Да ты. Посмотри. Реально ты. У тебя язык висит вон. Но только ты меня таким видел. Ну, это оставим за скобками. Кто упаковал, очень важно, потому что есть много компаний, которые занимаются этой историей, франшизой. Но так профессионально, как нам, в частности, это сделала компания French, я не знаю никого. И немного классики, конечно же. Это мы здесь тоже Павла Комарова вставили в классический фильм Pulp Fiction. Если кто не знает, пересмотрите, обязательно классный фильм. Смартес. Наши два клуба сейчас в Киеве. Пять клубов будет открыто в Украине до 2021 года. Это еще Черкассы, Львов и Харьков. И 10 лет мировое господство. Такой план. Ну, мы надеемся, что клубов 50, наверное, будет в течение 10 лет. Причем по миру, что важно, потому что для привлечения каких-то серьезных инвестиций нам надо открыться, в том числе и где-то за границей. Мы уже к этому идем, и достаточно много есть людей в Праге, в Норвегии, где-то в Испании, в Вене, которые вот-вот подойдут. Ну да, важный момент, как найти Павла Комарова. Где бы он ни был, собака такая. Спасибо, друзья. Это я. Пишите, звоните, любые вопросы. Кстати, обязательно подпишитесь на Инстаграм Виктора. Между прочим, в одном интервью мне Дима говорил, что у него есть только два человека смешных, на которых он подписан. Ну, в смысле, на двух смешных людей он подписывал. На тебя. И Юру Кошмарченко. Да, Юру Кошмарченко. Вот Юры Кошмарченко у нас сегодня нету, а Виктор Гущенко очень смешно пишет. И, как мы понимаем, у него есть мотиваторы в лице Павла Комарова, которые драйвят его. Вот. Надеюсь, ты его никогда не найдешь. Спасибо тебе большое. Дина, спасибо тебе. Спасибо тебе.